здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня мы с вами поговорим об удивительном веществе это атф и выясним каким образом атф формирует энергию и так само название атф означает аденозин 3 фосфорная кислота впервые об этой кислоте было стал стало известно в 1929 году луман определил что есть такое вещество то есть его произошла констатация затем в 1948 году соответственно тот смог выделить это вещество и установить его количественный и качественный состав формула атф если ее записать соответственно через ее качественный количественный состав выглядит так 10 углерода водорода соответственно 16 азота 5 кислорода 13 и фосфора 3 если подсчитать молекулярную массу то она будет округлена равна 507 грамм на моль из чего состоит атф значит в нее состав входит гетероциклическое соединение которое вам уже знакомо это аденин вот его участок напомним что аденин является гетероциклическим соединением в которое входит 6 атомный цикл и примыкающий к нему 5 атомный цикл значит затем сюда примыкает соответственно рибоза рибоза это углевод который является пентозой в частности бета-рибоза и кроме этого как вы можете видеть дальше сюда входят остатки фосфорной кислоты ортофосфорной кислоты кислота ортофосфорная кислота и так значит теперь давайте посмотрим состав аденин входит рибоза ортофосфорная кислота при этом если ее входит соответственно три остатка она будет называться аденозин 3 фосфорная кислота или сокращенно а тф если в процессе гидролиза будет отщепляться соответственно по 1 остатке фосфорной кислоты то она будет превращаться в adf и а мэ ф причем adf это аденозин дифосфорная кислота и а мэ ф это аденозин монофосфорная кислота процесс gидролиза идет от соответственно, на каждом этапе фосфорной кислоты, за счет чего АТФ вырабатывает энергию. Посмотрите, пожалуйста, схематически это выглядит следующим образом. Если АТФ участвует в гидролизе, то при гидролизе получается АДФ, аденозин дифосфорная кислота. АН3ПУ4, одна из ортофосфорной молекул фосфорной кислоты, она отщепляется, при этом выделяется 40 кГц энергии. Дальше, если АДФ, соответственно, будет участвовать в процессе гидролиза дальше, то в результате реакции получается АМФ. Это будет аденозин монофосфорная кислота. Также в этом случае происходит выделение ортофосфорной кислоты и будет образовываться 40 кГц энергии. Причем процессы могут идти и в одном направлении, значит, будет выделяться энергия, и в обратном направлении. При этом процессы обратные называются фосфолирование. Каким образом используется АТФ? На какие необходимые нужды организма тратится энергия АТФ? Во-первых, АТФ нужна для синтеза белка. На одну аминокислоту тратится энергия, соответственно, одной АТФ. Соответственно, если в белке, например, будет 500 аминокислот, то энергия потребуется от 500 молекул АТФ. Кроме этого, АТФ, соответственно, тратится и на не только синтез белков, но и в целом на энергию, которая необходима организму. Но, должна вам сказать, что время жизни одной молекулы АТФ не столь велико. Например, одна молекула АТФ может существовать, соответственно, всего лишь одну минуту. И, соответственно, за одни сутки будет тратиться 2400 молекул. Она будет, соответственно, тратиться и во столько количества раз происходит синтез АТФ в организме. Поэтому АТФ постоянно находится в движении, в переработке своей энергии, поскольку эта энергия выделяется. Возможно, она вам покажется не очень великой значение выделяемой энергии, всего лишь 40 кДжоли. Но если учесть, что таких молекул АТФ достаточно много в организме, то в целом энергии организм получает очень много. Значит, вырабатывается энергия в АТФ и АДФ митохондриях, которые являются источником таким образом энергии. Поэтому значение АТФ очень велико, поскольку в организме таким образом получает энергию за счет процессов гидролиза. И еще раз подчеркнем, что гидролиз является одним из главных процессов, которые происходят у нас в химии. Еще раз подчеркнем, что сама молекула АТФ состоит из азотистого основания аденин, это основание пуринового ряда, из рибозы, это углевод, который является моносахаридом, и входит в состав еще три молекулы неорганической ортофосфорной кислоты. В процессе гидролиза ортофосфорная кислота постепенно отделяется и вырабатывается энергия. На таком принципе построена работа такой замечательной молекулы, как АТФ. Еще раз хотелось бы добавить, что удивительно, но составляющие этой молекулы аденин, рибоза и фосфорная кислота, ведь входит в состав и ДНК, и РНК, только в ДНК не входит рибоза. Но вот удивительное сочетание, что гетероцикл аденин входит и в ДНК, и в РНК. Соответственно, ортофосфорная кислота входит и в состав ДНК, и РНК. Но вот здесь необычное сочетание этих же, казалось бы, веществ приводит к образованию такой замечательной молекулы, которая выделяет энергию. И еще раз добавлю, что одна молекула АТФ 2400 раз обновляется за сутки. Вот такая это замечательная молекула. Ну а на сегодня у меня все. До свидания, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok